С новыми цифрами челябинцы столкнулись в марте. При оплате квитанции за горячую воду и отопление сверх положенной суммы приходилось платить комиссию 1,5% от счета, не менее 50 рублей. Такая ситуация, к примеру, сложилась с самым популярным сервисом системой город. Чаще всего задают вопрос, а за что вообще мы платим? Потому что человек уже принес деньги за полученную услугу. Качество этой услуги это отдельный вопрос. Но вот он принес и для того, чтобы у него взяли эти деньги, ему надо заплатить еще деньги. Такая ситуация чаще всего ставит в тупик старшее поколение, которое привыкло платить оффлайн через кассу. 50-60 рублей за одну квитанцию, столько же за другую. В год набегает приличная сумма, что на фоне общего повышения коммунальных платежей оптимизма не добавляет. При этом один банк от комиссии отказался. То есть физически и юридически это возможно. Мы сейчас попросили надзорные ведомства проверить законность установления этих платежей, дополнительных комиссий. И я считаю, что банки должны их отменять, если они хотят сохранить поток клиентов. Потому что это еще и вопрос конкуренции. По мнению народного избранника, самый оптимальный вариант – добровольный отказ от избыточных платежей. Сам Владимир Бурматов называет их емким словом «дань». Он направил депутатские запросы в адрес исполняющего обязанности прокурора Челебенской области Павла Вепрева и руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы Анны Козловой. Тем временем в Госдуму уже внесен законопроект, отменяющий взимания комиссии банками и платежными агентами при оплате коммунальных услуг. Эту меру предлагается распространить также на пении, штрафы и неустойки за несвоевременную оплату счетов ЖКХ. Вячеслав Ватутин, Александр Мыльников, Урал-1.